С 2015 года во всех казахстанских поликлиниках сведения из привычных бумажных карт пациентов стали постепенно оцифровывать. Таким образом, в стране начали реализовать госпрограмму Ден Саулык. Наконец, все данные синхронизировали и создали электронные паспорта здоровья на сайте электронного правительства. На портале электронного правительства, либо в мобильном приложении электронного правительства, можете увидеть, где вы прикреплены, вашего лечащего врача, какие лекарства вам были выделены и гарантированы государством в рамках бесплатного лекарственного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством бесплатно для населения. Причем данные электронного паспорта будут абсолютно конфиденциальны. У бумажных носителей такого преимущества не было. Раньше, до цифровизации, были бумажные амбулаторные карты и бумажные записи. И никто в то время вопрос о сохранности медицинских данных вам не гарантировал. Любая уборщица, любой технический специалист, обслуживая это здание, мог получить доступ к любым данным и познакомиться, даже сфотографировать мог. Но на уровне цифровизации у нас сохраняется золотой стандарт 99,6%. Другими словами, электронные паспорта будут защищены гостехслужбой КНБ РК. Правда, в пользовании электронным паспортом есть одно «но». На сайте электронного правительства он доступен лишь тем, у кого есть цифровая подпись. А она, как выяснилось, есть не у многих кустанайцев. На сегодняшний день было оказано более 250 тысяч услуг по получению электронной цифровой подписи. Буквально на прошлой неделе была реализована новая версия электронного приложения «Егоф Мобайл». То есть, теперь даже если у вас имеется ЭЦП, то вы можете получать услугу при помощи своего смартфона. Всего 30% жителей Кустанайской области имеет ЭЦП. Поэтому сотрудники ЦОНа призывают жителей региона сделать цифровую подпись, поскольку с её помощью можно получать множество услуг, не приходя в центр обслуживания. Хамзан Рупийсов, Болслоликенова, РТН